Итак, 4 серия. Москва-Тюмень, первый день движения. Сразу буду делать небольшое объявление. В нашей группе ВКонтакте Валентин начнет размещать короткие видео из окна поезда в светлое время, там где есть интернет. Разница с реальной картинкой может быть несколько минут, чтобы заснять и разместить ВКонтакте. Вы можете выходить с ним на связь, задавать вопросы. Имейте в виду, что разница в часовых поясах составляет 5 часов. С левой стороны по ходу движения русло реки Волга. На расстоянии, ну разное расстояние, там от 3 до 5 км. Движение пока по трассе М7. Так, подвел итоги конкурса, угадать маршрут. Победителем оказался Вадим Дмитренко. Причитающийся вознаграждение уже получил. Сейчас подумаю над новым конкурсом, кто угадает маршрут. Ну или кто пожелает принять участие, отпишитесь. Вообще, наверное, нужно создать небольшой фонд такой, кто пожелает принять участие, производит какой-то взнос. Из этого взноса будет формироваться призовой фонд из этих взносов. С левой стороны, совсем близко от трассы река Кудьма, извилистое русло. Так, впадает в Волгу или нет? Да, впадает в Волгу. В Волгу с левой стороны впадает река Кудьма и река Шава. С левой стороны будет по ходу движения населенный пункт Шаванон в стороне от дороги. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Поэтому не будет видно. Повторю, что трасса М7 пока в этой серии с 7-ки идем на дорогу регионального значения. Ну, по всей вероятности, движение по навигатору. И на 7-ке, возможно, был затор, поэтому навигатор повел в обход. Петля получилась приличная. Впереди мобильный пост ДПС контроля разметки. Ограничение 90. Дорога, повторю, пойдет в объезд возможного участка, где идет ремонт, заторы. Пройдет по дороге регионального значения через города Спасская и Воротынец. Эти фрагменты оставлю без ускорения с оригинальным аудио. Запрудная с правой стороны по ходу движения. Запрудная с правой стороны по ходу движения. Далеко слева населенный пункт или деревня Кувардина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Камера в спину. Ограничение 60. Продолжение следует... 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 наркотиков на самом подъездах к тюмени он узнал анализы в баночку но этот гаишник наркотики в вашем организме обнаружены не были вот как в ток-шоу ведут типа этого я думаю он расскажет более интересно об этом я говорю надо было удивиться как это не обнаружено а куда они делись что-то вот такое ответить гаишникам то есть вынес он вот так вот они прикололись это по гаишникам более подробно о контроле на трассе он ответит сам напомню что сегодня 18 ноября он стартует из Иркутска на поезде будет вести короткие репортажи и размещать в контакте разница от реальной картинки ну может быть несколько минут пока будет вести съемку пока загружать в контакте в контакте на сайт в контакте ну практически онлайн тем кому интересно заходите подписывайтесь на нашу группу в контакте и задавайте ему вопросы непосредственно во время движения есть повторю что в перспективе организовать прямую трансляцию с трассы но это все будет зависеть от качества интернета будем искать новые варианты общения в интернете с левой стороны далеко впереди населенный пункт работки или работки работки впереди мост мост через реку попробую прочитать что это за река алферовка река алферовка ну это километров через четыре через пять примерно красивая картинка осень в разгаре то я покинCan навигация обгон запрещен ограничение 90 не нет то это это тоже в год Это будет еще в шестой годы Ты кто? Яноут Хорошо Яноут Продолжение следует... Продолжение следует... Развилка. Левое движение это по трассе М7, а правое это в объезд того затора, который по всей вероятности был на 7. Продолжение следует... По трассе 22К-0162. Мост через реку Китмар. Китмар. Не знаю оправдано или нет такое решение, но решение принимал Валентин. Ну вот первые километры... Полотно дороги вполне приемлемое. По одной полосе в каждую сторону. На мой взгляд условия движения уступают по трассе М7. Я несколько раз пользовался навигатором и при настройке маршрута указывал режим настройки экологический. Когда навигатор прокладывал маршрут не по федеральной трассе, а вот именно в объезд по сельской местности. Должен сказать, что довольно-таки приличное полотно на экологических трассах. Единственное то, что инфраструктура слабенькая... Ну какая слабенькая, никакой инфраструктуры нет. Впереди город. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 40. Впереди камера. Ограничение 40. А, Чернышиха. Деревня Чернышиха. Вот проехали Чернышиху. Трасса называется 22К-0162. Трасса называется 24К-0162. Трасса называется 23К. Трасса называется 29К-0162. Корректор альпула愛. Трасса называется 25К-0162. Радонс. Какая слабенькая, себя по желанию! Оборочить allied с пятиА. Трасса называется 23К-1. По карте смотрю с правой стороны большой лесной массив относительно. С левой стороны надо полагать поля. Вот какие-то дома проехали с левой стороны. На карте максимально увеличиваю. Написано «Черно-Шихинские колбасы», промзона что ли, проехали с левой стороны были здания. С левой стороны кафе какое-то. Но неплохое место, наверное, будет для короткой остановки. О, проехали. С левой стороны вы могли видеть вышку. Это как раз разворачивает камеру, молодец. Вот не совпадет, по всей вероятности, с комментариями. Ну, так получилось. О, проехали. Приближаемся с правой стороны довольно-таки крупный населенный пункт. Называется Большое Мурашкино. Сам поселок заезжать не будем. Но с правой стороны видно будет его. Впереди город, ограничение 60. Это вот... Через город Большое Мурашкино, не знаю, город или поселок, проходит река Сундавик. Впереди опасный поворот. Ограничение 40. Ну, вот, в принципе, и проехали. Впереди 20.08. Впереди 45. Нас εκте. Впереди 20.08. Перед 25.10. Единина 13, Сергач 54, Сечневан 105 Справа фронта лужа С левой стороны походу населенный пункт под названием Княгинина Центральная улица Ленина Приличный населенный пункт Княгинина С левой стороны походу движения в город или поселок заезжать не будем Знак на 50 и камера конечно же Вон часть поехала налево, а я поеду направо Не видно к сожалению Из окна в том, вот так вот кусочек захватили Поселка Вот в данный момент он с левой стороны Центр наверное в двух километрах Центр поселка имею ввиду Ограничение 70 Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости Ограничение 70 По карте смотрю Пока ничего достопримечательного такого не вижу И поэтому есть пока время Вернуться к теме Вот прямой трансляции С трассы Ну типа стрима Стрим вряд ли получится Потому что Отвратительный интернет На трассе Если это можно назвать Интернетом Хотелось бы Чтобы Знающие люди поделились Своими Знаниями Опытом По организации Прямых трансляций Дорога регионального значения Вполне Приличном состоянии Да и вообще Просматривая видео Можете убедиться Что федеральные трассы В очень хорошем состоянии Региональные Разные Трасса 122К-0162 С левой стороны Будет населенный пункт Велка Слева тоже забавно Вниз Оранжево-красный Вверх зеленый Справа вообще Все зеленое Слева «Слева» Под свер older Слева 8-1» Слева «Слева» Слева «Слева» Вверх зеленый Слева «Слева» так поступило сообщение от путника 81 написал я проехал с востока на запад в середине сентября красотища дороги хорошие правда ремонта было много но это только радует присоединяюсь совершенно верно красотища в россии потрясающие природа в россии потрясающие и разметка и полотно отличные к сожалению по одной полосе но всегда чего-то не хватает где-то впереди мобильный пост дпс контроль скорости ограничение 50 ну свернул на дорогу так дорога называют называется 22 к кире 0 0 44 22 к 0 0 44 впереди река урга будет правый поворот и река урга не знаю у билайна самая отвратительная связь я надеюсь что что-то они там затевают такое глобальное что выстрелят потом и станут я не знаю там лидерами на рынке по качеству услуг а если ничего такого у них в планах нет разбегутся скоро одни абоненты абоненты потому что такое качество связи это он про билайна отвратительная компания билайна так раз хочу посчитать сколько нам машин попадется на встречке до выезда на М7 на все доедем как-то совсем хорошо тьфу 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 утром совсем свободная хотел сказать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, да нормально, все хорошо Да это не к твоим операторам, это к моему оператору вопрос Нижний давно проехал, сейчас вот после Нижнего там в районе Лыскова пробка была из-за ремонта Я не знаю, километров 10-15 может быть А я в нее не поехал, я поехал в объезд Сейчас вот еду по объезду, увеличил километраж Но сократил где-то около часа, наверное, по времени Да, потому что он показывал, если я поеду через пробку Будет там что-то на 1 час 13 минут дольше Ой, сейчас, секунду Ну, 320 где-то Алло Алло Да, я говорю, 320 где-то до Казани Ну да, где-то так может быть Я хочу в Казанский Кремль заехать Хочу заехать в Казанский Кремль Походить, погулять немножко по нему Ты ни разу не был Новости? Не, вообще выключен этот Ну вот поступила первая информация Да ладно А что там сделали? Три Блин, я не слышу, связь пропадает Алло Валентин Не слышу, попозже созвонимся Валентин передал первое видео ВКонтакте Старт в Иркутске Но Пока я это Пока вы это услышите Объявление пройдет, наверное, часов 10 Даже больше Пока обработаю видео И так далее Нет, я еще не выехал Я вот сейчас еду в ее сторону Нормальная дорога Я вот как раз сейчас еду Считаю, занимаюсь подсчетом Сколько Встречных машин проезжает Не попутных А встречных Пока 4 насчитал Сейчас вот дальше буду считать Так, вторая карта Начала писать Ну кто в пробке Кто в пробке Кто-то поехал в объезд Ну вот там был еще один Дальше объезд Они Ну Можно было раньше на М7 вернуться А можно дальше В районе Воротынца Вот Я поехал Ну, дальше В сторону Воротынец Дорога вот Ровная Хорошая Ну, нет Они Не прямая Как стрела Ну, так С Немножко Да ты вообще был здесь В этом районе Вот где Княгинина Посмотри по этому По Яндексу Княгинина Ну и Княгинина Проехала У меня по левую руку Связь попала Вот это Связь Билайна Отвратительный Оператор На трассе В городах Может быть Еще и Можно им пользоваться Но только не на трассе На трассе Самый лучший Оператор Это Мегафон Может быть Ему составят Конкуренцию Теледва Но пока Мегафон На мой взгляд Лидирует Мегафон Мудрость народная Славься, здраващий, гордиться тобой! С левой стороны русская Малакова. Русская Малакова. То такое не знаю. Русская Малакова. 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 Двигаемся по дороге 22К-0046. Солнце неумолимо движется к закапу. В 16.37 по моему садится солнце. Солнце сядет. Конечно, со временем, когда будет хороший, уверенный интернет по всей стране, тогда можно и прямые трансляции везти с автомобиля. Придет такое время. Когда отправляюсь в поездку, можно в реальном времени посмотреть, где что происходит. Так, это у нас спас. Встречная дорога. Встречная дорога. Встречная дорога. Встречная дорога. Впереди опасный поворот. Ограничение 50. Парк справа. С детскими горками. Парк справа. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Впереди река Урга. Местность слегка заболочена слева и справа. С правой стороны лесные массивы. Продолжение следует... Темнеет... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Недалеко Воротынец И вот подъезжая к Воротынцу Мы уйдем на М7 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну да DimaTorzok Добавил DimaTorzok Смотрю по прежнему Добавил DimaTorzok 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 То есть на М7 уже пробки не было, а мы все по объезду ехали. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Солнце потихоньку продолжает двигаться к закату. Время 16.28. По идее через 9 минут должно касаться. Воротынец остался с левой стороны. Позади. А нам еще пилить 260 километров. Казанский Кремль. Нет сети. Вороты дальше поймают. Ну это уже трасса М7. 500 километров. Огни в Майдан. Две скорые на обочине стояли. Одна у другой сливала бензин. Кто-то не доехал. Воронеже. Воронеже. Кто-то не дыре. Огни в Майдан. Воронеже. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...